С 6 по 16 июня на площади у детско-юношеской спортивной школы расположилась социальная продуктовая вещевая ярмарка «Садко». Но ее деятельность не ограничится только продажей товаров. Балаговцев ждет еще немало сюрпризов от организаторов ярмарки. Представленная широкой географией производителей позволяет выбрать товар на любой вкус и кошелек. Производители всевозможные, начиная от Узбекистана и заканчивая Белоруссия, Россия, Казахстан. Здесь очень много. Даже Китай, но промышленный Китай хороший, который привозит оптовики. У нас здесь очень много оптовиков присутствует. И в том числе даже те, у которых закупаются и местные предприниматели на округах вазов Петербурга и Москвы. Какие товары представлены? Все представлено. Нижнее белье женское, Мелисса, все такие фирмы известные. И мужские футболки в широком ассортименте и в цвете верхняя одежда женская, мужская, дешевые носки. У нас так вот средняя цена футболка стоит 150 рублей, например. В широком ассортименте мужская и женская одежда, нижнее и постельное белье, сумки, посуда, ножи, мясные деликатесы, камчатская рыба, сыры из Белоруссии, Саратова, домашний мед, кондитерские изделия и многое-многое другое. На этой ярмарке балаговцам будет чему удивиться. В 16-е планируется произвести розыгрыш призов среди активных покупателей. Им на протяжении недели будут выдаваться такие своеобразные купоны, бесплатные лотереи. За каждую покупку, которую они сделают, там больше 500 рублей, например, купил какую-то вещь, получил купончик, положил в карманчик, потом купил еще одну вещь, еще положил, так и накопил купончиков. Чем больше купончиков, тем, собственно говоря, больше шансов выиграть тот или иной приз. Будет около 30 призов разыгрываться. Надувная лодка будет большая, для мужчин призы предусмотрены огромные, 380 килограмм грузоподъемности, всевозможная бытовая техника, утюги, чайники, микроволнов. Весы всякие, ну много чего интересного. А чем планируется удивить пологовцев на День России? Мы хотим провести сюда концерт, то есть уже есть договоренность с фольклорными коллективами. Это в том числе известный коллектив Ярмака, он из Питера, выступает не только в России, но и за рубежом. Регулярно летает в Нью-Йорк, очень востребованный коллектив. Ну, будет такой креативный, интересный концерт, где будут участвовать 2-3 коллектива. Примерно концертная программа на 5 часов будет растянута. Довольно-таки интересно. Какие города еще планируют пустить в Ваши ярмарки? Да, мы во все города ездим буквально. То есть у нас планы широкие. Мы провели за 2 года около 70 мероприятий, поэтому у нас нет каких-то ограничений. Администрация всегда с нами позитивно работает, потому что у нас в Северо-Западе считается один из самых высоких уровней организации, потому что мы вкладываем деньги и благотворительность, и детские дома, и в том числе культуру, и такие концерты дарим горожанам. Собственно говоря, мы не просто приезжаем в чужую хату, как говорится, со своим усталом, мы приходим с караваем. То есть мы по старым купеческим традициям работаем, возрождаем утраченные, скажем так, национальные какие-то традиции типа купечества. Мы сейчас, например, я работаю конкретно как генеральный директор фирмы по возрождению такого утраченного кочевого вида торговли, по купечеству. Мы по городам ездим, собираем людей, я езжу по выставкам, приглашаю их. Это президентская программа по возрождению национальной традиции, поэтому вот в рамках ее и работаем. В рамках социальной программы гражданам до 1940 года рождения будет представлена скидка 10% на все виды товаров. Предъявители рекламной листовки ждет скидка в 5%. Приходите всей семьей, и никто не уйдет без удачной покупки. 8 июня в городском музее имени Дубровицкого в рамках клуба интересных встреч состоялась встреча учеников начальных классов 12-й школы с художником и поэтом Анатолием Васильевичем Лащенко. С подробностями Виктория Белова. Самое главное, когда вы что-то сделали своими руками, и у вас получается от этого радость, потому что ничего нету прекраснее в жизни человека, который делает своими руками. Безразлично, что там игрушку с глиной, рисунок, да, играет на фортепианах, поет. Человеку свойственно себя что-то проявлять. Анатолий Лащенко не только талантливый художник и прекрасный поэт, он всесторонне эрудированный человек и приятный собеседник. Детишкам из 12-й школы рассказывал он о музеях России и мира, о прекрасных картинах и скульптурах, хранящихся там, об истории некоторых произведений искусства. Естественно, в беседе с ребятами он оседлал своего любимого конька – живопись. Так вот, что такое художник? Вы когда пишете, да, и как первым ваша запись, кто будет художником, никогда не нужно копировать в природе. Никогда. Краски не надо брать такие, какие есть. Нужно создавать свою гармонию. Дальше нужно делать отбор, колоссальный отбор. То есть у человека создано такое изображение, что он дальше дорисовывает. Поэтому художник берет главное и отметает лишнее. По словам художника, он всегда носит с собой карандаш и бумагу, чтобы можно было запечатлеть в какой-либо момент жизни или сценку, перенести на бумагу свои впечатления. Он изучает жизнь с карандашом в руке. Как наглядное тому подтверждение рисунки, которые Анатолий Васильевич принес с собой. Помните, вдоль обрыва, вдоль обрыва, понад пропастью, по самому покраю, я коней на гайку стягаю, ветер пью, туман глотаю, чуть с гибельным восторгом пропадаю, чуть помедленнее кони. Видите, гитара, стилизованная гитара, движение и кони. Вот это, допустим, для сотворения иллюстрации. Каждую работу художника ребят сопровождали восторженными вздохами. Как фокусник из шляпы предлагал творить внимание публике пейзажи и портреты, акварели, карандашные наброски, рисунки животных и птиц, демонстрируя, как можно на бумаге при помощи кисти и карандаша создавать удивительные миры. Комментируя работы, Анатолий Лащенко и цитировал известных людей, и читал наизусть стихи, коих он знает великое множество. По стопам талантливого родителя пошла и дочь. Она специалист по лаковой миниатюре. В процессе беседы выяснилось, что некоторые дети посещают художественную школу. Но, безусловно, Анатолий Лащенко заставил ребят чуть по-другому взглянуть на свое творчество и вдохновил на новые свершения. Хорошо развитая сеть учреждений социальной направленности существует в Балаговском районе. В них трудятся удивительные люди, способные дарить душевное тепло и заботу всем нуждающимся. Одним из показательных учреждений социальной защиты является Куженкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. О нем и пойдет речь в сюжете Алены Покровской. Куженкинский дом-интернат как юридическое лицо работы с 2003 года, а ранее здесь была больница. В 1993 году на базе лечебного учреждения было создано несколько палат для проживания. А совсем недавно в доме для престарелых был сделан ремонт, и проживание в нем стало еще более комфортным. Учреждение рассчитано на 40 проживающих после проведения всех ремонтных работ в учреждении. Дело в том, что в 2008 и 2009 году в учреждении проводились ремонты для реализации стандарта обеспеченности домов-интернатов маловместимости. То есть создание более комфортных условий проживания престарелых граждан. С 2005 года домом-интернатом руководит Ирина Медведева. Ежедневно она старается сделать жизнь в учреждении лучше. Проживающие здесь пенсионеры всем довольны и отзываются только положительно. Сюда я попала год нам будет, вот 8 лет, как мы здесь находимся. Год будет 14 октября. Я очень довольна этим интернатом. Здесь частота идеальная, директор замечательный. Ее отношение всегда придет и поздоровается. Приятного аппетита пожелает. Культурная женщина, очень культурная. Я говорю, Ирина Александровна, я поеду в департамент Тверской области, к Хохловой, которую нам путевки дала, и скажу, она говорит, Надежда, она сама к нам приедет. Я говорю, но если приедет нам сама, тем паче, тем лучше будет. Какие у вас впечатления о пребывании в этом учреждении? Очень хорошие. Хороший уход. Чистота. Кормят нормально. Так что все хорошо. На сегодняшний день дом-интернат наполнил только на 50%. Комфортабельные комнаты рассчитаны на двух проживающих и соответствуют нормам. В каждой комнате есть душ и туалет. Для досуга пенсионеров в учреждении есть телевизионная комната, работают кружки. Также есть комната для проведения религиозных обрядов. В кабинете медсестры проводятся все необходимые процедуры. Медицинский персонал внимательно следит за здоровьем пенсионеров. У проживающих здесь людей сложились только хорошие впечатления. В этом учреждении я пребываю уже девятый год. А два года я была с 2009 года по 2011 год. С августа по август. Два года была в Оржеве, когда здесь ремонт шел. Но там нам очень понравилось в Оржеве. Здесь я вот как поступила сюда в 2001 году, так и жила здесь. И когда в Оржеве мы старались, вот в Оржеве, мы очень старались, чтобы сюда попасть. Здесь очень хорошо. Пусть приезжают, не боятся, что страшат их там, что говорят, что здесь плохо. Очень хорошо. Персонал очень хороший. Все такие вежливые, аккуратные, никаких скандалов, ничего нет. В общем, если будете агитировать, пожалуйста, пускай приезжают бабушки, дедушки и не боятся. И не страшатся, что так в доме-интернате плохо. Вот. Очень хорошо. Здесь кругом лес, воздух хороший, грибы, ягоды. Чистота, порядок всегда. Стать постояльцем дома-интерната совсем несложно. Нужно только обратиться в компетентные органы и пройти небольшую процедуру. Все нуждающиеся престарелые граждане, либо инвалиды 1, 2, 3 группы, при обращении в комплексный центр Балаговского района подают заявление и необходимые документы. Комплексный центр занимается оформлением, формированием личного дела проживающего, которое будет впоследствии моим проживающим, и передает документы в Министерство социальной защиты Тверской области. Необходимо пройти медкомиссию, проще говоря. Путевку выдает Министерство города Твери, и человек приводит в учреждение на проживание. А как рассчитывается сумма оплаты за проживание? Как раньше, так и сейчас. 75% пенсии, основной пенсии проживающего, а 25% приходит на руки. 75% идет на расчетный счет учреждения для обслуживания, погашения всех коммунальных и других расходов, связанных с работой учреждения. Как видно по всему, дом престарелых – очень светлое и доброе учреждение, ставшее действительно домом своим проживающим. Надеемся, что и в дальнейшем он будет только процветать. В актовом зале администрации муниципального образования Балаговский район прошло внеочередное заседание собрания депутатов района. Основной вопрос давно наболевший – ремонт дорог в нашем городе. С подробностями Анатолий Корнечук. Первым вопросом повестки дня было согласование кандидатуры на должный заместитель главы администрации района, управляющего делами. Согласование успешно прошла кандидатура Ларисы Михайловны Владимировой. После этого депутаты перешли к такой злободневной проблеме, как наши дороги. Дороги нашего города вызывают много нареканий у жителей. Но городские и районные власти не сидят, сложив руки. Итогом их работы стало выделение на условиях софинансирования средств из городского и областного бюджетов на ремонт дороги на западный микрорайон. Пакет документов готовила администрация города и все по этой дороге. И финансирование 10% мы будем передавать из городского бюджета на софинансирование. В район мы передадим 4 миллиона. Мы передадим, как софинансирование, свои 10%. Деньги на реконструкцию выделены. Будет создана рабочая группа, которая будет контролировать качество ремонта. И уже скоро дорожники приступят к работе. Но это не единственное направление ремонта дорожной сети города Балагоя. До Первомайского моста и после Первомайского моста. Потом до Балагоя-2. Вот после Первомайского моста уже подписан контракт. Обещано подрядной организации, которая выиграла векон организация, в субботу уже проводить срезку. Призар пойдет. Да, пойдет уже. Будем готовить эти участки. И на горе, то есть и до Первомайского моста, и за Первомайским мостом. Часть дороги по Савкозной и на Балагоя-2. Вот самые проблемные участки, которые в городе сегодня есть. Все, вот если сложится, ничего с машиной не произойдет. Значит, в субботу будут уже заниматься подготовкой капитальной войны. Как ясно из слов Галины Михайловны Игнатьевой, работы начнутся уже в эту субботу. И вскоре на карте дорог города Балагоя станет намного меньше проблемных мест. Еще один актуальный вопрос для нашего города – это благоустройство дворов, улиц, прилегающих к учреждениям территорий. Немало затрат материальных и физических необходимо для того, чтобы их привести в порядок. В настоящее время большая работа проводится по благоустройству территорий, прилегающей к Центру культуры и досуга. К сожалению, не все балаговцы ценят то, что создано руками других людей. Об этом наш следующий сюжет. Жители нашего города в последнее время могут видеть, как преображается Центр культуры и досуга. Те, кто ходят на концерты, видят, как красиво стало у нас фойе, сколько много появилось цветов в красивых вазах, красивых разных цветов, цветущих и других. На территории Центра культуры, и вот за моей спиной вы можете видеть, появились прекрасные вазоны, в которые высажены цветы. На клумбах рядом с Центром культуры тоже были посажены цветы. Хочется выразить огромную благодарность администрации за поддержку, за то, что вкладываются деньги в благоустройство территории вокруг Центра культуры и досуга. И отдельное спасибо хочется сказать людям, которые пришли, сами добровольно принесли в Центр культуры цветы, которые мы с большой любовью высадили, и в фойе Центра культуры, и здесь на улице. Я зачитаю, чтобы никого не забыть, фамилии этих людей. Валитова Галина Александровна, Мельникова Галина Александровна, Коммерцева Светлана Викторовна, Алексеева Елена Вячеславовна, Усманова Залина, Малышева Анна Матвеевна, Цветова Людмила Анатольевна, Динара Талгатовна Султанова. Вот эти люди неравнодушны, они любят свой город. И я хочу обратиться... К сожалению, есть небольшая ложка меда. Ночами у кого-то чешутся руки, приходят, и вот эту красоту пытаются своровать, выкапывают, уносят на свои дачные участки. Я не думаю, что дачные участки станут намного красивее, если здесь все выкопать и разнести по участкам города. Давайте все-таки любить свой город, давайте беречь то немногое, что у нас есть. И еще раз спасибо тем, кто свой город любит, тем, кто пытается сделать его краше. На Балаговской земле стало традиционным проведение троицких гуляний. Хорошие новости для любителей русского фольклора и поклонников творчества коллективов под руководством Ирины Фингерман. В этом году троицкие гуляния пройдут в Березовой роще 16 июня. С давних времен на Руси есть традиция выходить на луг, в рощу, водить хороводы, петь песни. На гуляния выходили целыми деревнями. Эта традиция дошла и до наших дней. Ежегодно почитатели русского фольклора собираются на троицкие гуляния в красивейших местах нашего города. Играют в старинные русские игры, творческие коллективы, поют песни и водят хороводы. А самое главное, что принять участие в троицких гуляниях может любой желающий. Хочу всех пригласить 16 июня в 12 часов в Березовую рощу в Зазерном микрорайоне. Там состоятся троицкие гуляния, где вы сможете попеть, потанцевать, поиграть в молодецкие игры. Приходите сами и приводите своих детей. Мы ждем вас. Следующий сюжет, безусловно, заинтересует любителей автоспорта. 11 июня на Балаговском автодроме прошли кольцевые гонки, посвященные Дню России. О результатах гонок расскажет Анатолий Корнячук. Сегодня проходят у нас традиционные кольцевые парные гонки, посвященные Дню России. Принимают участники из города Вышнего Лачка, города Балагоя и города Боровичей. Хочется пожелать нашим участникам честной победы в этих соревнованиях. На трассу вышли 13 экипажей, которые соревновались в 4 зачетах. Результаты же выглядят так. Зачет свободный. На первом месте Соковнин Никита, город Вышний Лачок. Второе место Хитров Сергей Балагоя. На третьем месте Васильев Михаил из Балагоя. Зачет стандарт передний привод. На первом месте Култашов Валерий из Вышнего Лачка. На втором месте Тумаков Вадим из Вышнего Лачка. И третье место Угромова Алексея из Боровичей. Зачет стандарт задний привод. На первом месте Миронов Сергей из Вышнего Лачка. Второе место Волков Павел Балагоя. Третье место у балаговского спортсмена Ёлкина Сергея. Зачет стандарт полный привод. На первом месте Мягков Дмитрий из Вышнего Лачка. Второе место у Житкова Сергея из Вышнего Лачка. В конце соревнований руководитель Балаговского ДСАВ пригласила всех жителей города на очень увлекательное мероприятие. Приглашаю всех зрителей на открытие соревнований, международных соревнований Трофи Рейд, которые будут проходить 23 июня у Дворца Спорта. Там можно будет подробно узнать, где какие спецучастки будут проходить, где можно будет зрителям посмотреть. Очень увлекательные, интересные, еще раз повторяю, международные соревнования с участием иностранных граждан. Приглашаем всех. Соревнования будут проходить с 23 по 29 июня на территории нашего района. Открытие состоится 23 июня в 10 часов утра на площади у Дворца Спорта. Затем спортсмены выдвинутся в Гузятины на элеватор, где пройдет первый этап соревнований. Информацию же о том, где будут проходить остальные этапы, вы сможете узнать на открытии соревнований и в наших выпусках новостей. Субтитры создавал DimaTorzok